Здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала Страна Мурляндия. Меня зовут Оксана и я начинаю свой обзор на видео Самбэла Дамяна. Мама с Ирой с двух сторон, а Гена коротко и ясно. С начала видео Самбэл поднимается к мамке на планетной по лестничным пролетам. Несет ей рыбу. Мамка при этом названивает ему на все телефоны, чтобы напомнить ему про эти рыбные стейки. Про Лешу бомжа отвечает, что он больше не хочет к нему ходить и тратить свои нервы. Он же показал его всему миру. Люди приносят ему еду, но он не хочет лечиться от своих зависимостей, поэтому ему никто, ну кроме гипнотизера-целителя, не поможет. Вот и все. На все воля Божья. И так заходит Самбэл к мамке, припрятал эти стейки, слышит от нее первые слова «Живый» и отвечает ей «А че я должен быть мертвый?» А как вам, ребята, девчата, если бы вас встречали вот такими вот словами? Я бы лично этого не хотела. Самбэл выясняет, что это за истерики у них с Ирой, и мать стала кричать и возмущаться по поводу этого бомжа Алексея. Я скажу так, что нужно изменить прежде всего законы и правила определения в больнице людей с зависимостью. Но что значит, что нужно их согласие? Алло, кто это придумал? У вас, видимо, не было таких больных родственников, и вас лично это не касалось. Сколько людей страдает из-за того, что их родственники, дети, мужья, жены, страдают такими болезнями, которые не позволяют им мыслить правильно, их надо лечить по заявлению родственников, но никак не по их желанию. А пока это продолжается, ничего никто не сможет сделать с такими, как этот талантливый, красивый, но больной Алексей, лежащий на бетоне под кустами. Поэтому останавливаться на этом больше нет никакого смысла, это путь в некуда. Пока у нас такие законы, у нас будет умирать от таких вот болезней, много талантливых людей. Останавливаться на этом я больше не хочу. И так далее. Мать отчитывает Самвела за то, что он тратит свое время на больных и нищих. Самвел говорит, на рыбу давай гроши. Снова ее троллит. Повышает ей сахар. Тоже не понимая, зачем он это делает. Контент контентом, а жизнь матери – это жизнь матери. Татьяна Васильевна упрекает его, что на боярышник Леша у него есть деньги, а матери на рыбной стейке нет. Вот зачем он ее троллит? И вот научился Самвел у одной нерадивой прихожанки говорить, шо-шо, и вставляет это шо-шо. Теперь где надо и где не надо. Наконец-то он дает матери припрятанный пакет со стейками. И тут мама уже обрадовалась. Сразу предлагает, кушай арбузик. Это я лично тебе оставила. Самвел говорит, ой, какая же ты продажная. Только за рыбу готова угощать. И она доказывает, что она совсем не жадная. А вот лично я считаю, когда говорят, будешь кушать, мне не жалко, я не жадная. Вот именно это и показывает, что ей жалко, и что она ждет отказа от угощения, чтобы ей съесть все самой. Это же все психология людей. И здесь все логично и прозрачно. Но лично для меня здесь все понятно. Думаю, для трителей тоже. Далее Татьяна Васильевна разговаривает с дочкой Ирой по телефону. Докладывает, как Самвел ее прессует и как ему угрожает опасность из-за этого Алексея. Ира называет брата беспечным. И они резюмируют, что хватит об этом думать. Пускай мастерят голову его родственники, другие люди. Ира предлагает сходить ему лучше в детский дом. Помочь там. Детям, которые действительно ни в чем не виноваты. Самвел сочувственно вздыхает, но от этой затеи отказывается. Далее Ира советует намазать матери юдную сетку от кашля. И в конце Татьяна Васильевна обращается с мольбой к зрителям, чтобы не сообщали больше Самвелу о том, что кто-то где-то валяется. Это их выбор. И жалеть их не надо. Самвел подводит итог, что он больше не хочет тратить свои нервы и силы. И поэтому ходить к этому Алексею он больше не будет. Дорогие друзья, я хотела бы узнать ваше мнение. Как вы считаете, нужно ли помогать прекрасному парню Алексею, если законы ни близким, ни родным, ни друзьям, ни посторонним не дают права помочь ему? Еще я хочу поблагодарить вас за комментарии, которые вы мне пишете, за добрые слова. Мне тоже хочется общения. Ведь среди моего круга никто не смотрит Самвела, а мне хочется о нем с кем-нибудь поговорить. У кого какие мысли. Поэтому я прошу вас, дорогие друзья, пишите свои впечатления о новых видео Самвела Адамяна. Обсудим это с вами. И еще попрошу вас, паркуйтесь к моему кошачьему домику. И я, конечно, сделаю это в ответ через пару дней, согласно новым правилам Ютуба. Увидимся в новых обзорах. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»